В зале царит неимоверная праздничная атмосфера. Прекрасные дамы в красивых платьях и стадные кавалеры на время окунулись в их романтике и чудесной музыке. Многие из гостей на Бухтенском балу не впервые, но есть такие, которые просто поверить не могут, что превратились в аристократов 19 века. Эта молодая пара танцует совсем недавно. В прошлом году они были лишь в числе зрителей. Наталья и Александр признаются, мечта воплотилась в жизнь. Танцевать европейские и латиноамериканские танцы учились больше года. Особенно сложным, говорит Наталья, стал выбор платья. Платья выбирали очень долго и упорно, потому что, к сожалению, не все платья могут участвовать в танцах. Нужны специальные такие облегченные, бальные, легкие, белые, летящие, красивые. И, конечно, пришлось потрудиться, пришлось поискать. Готовились мы, конечно, долго, интенсивно и трудно, но было очень интересно, было очень увлекательно изучать разные танцы, разные движения, красивая музыка, красивый наряд. То есть мы в предвкушении этого бала находимся уже долгое время. А вот это супружеская пара Федяевых – танцоры со стажем. Они занимаются пять лет. Упорные тренировки три раза в неделю, рассказывает Катя, помогают выигрывать на соревнованиях. Своё предпочтение семья Федяевых отдаёт бальным танцам. В Ставрополе очень много людей, танцующих вальс, танго, фокстрот, рассказывает организатор. Но танцпола, где каждый желающий мог бы исполнить танец, к сожалению, нет. Поэтому для любителей светских мероприятий венский бал проводят не первый год. Венский вальс – это не просто танцевальное какое-то мероприятие. Это не дискотека, это нечто гораздо большее. Это именно приобщение к классической культуре. Елена Лазарева, Николай Попов, Информбюро.